Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Вера и благочестие Когда вера понимается как принятие чего-либо за правду и при этом особо подчеркивается покорность религиозным убеждениям такая вера часто приводит к нездоровым формам благочестия, враждебным жизни и любви человек может понимать любовь и веру как требование предписания, которое нужно исполнить таким образом на смену ветхозаветным делам закона приходят новые требования и условия то есть в нашем понимании столько-то сделать поклонов, обязательно если не сделать что все, столько-то там раз Иисусову молитву значит прочитать, сколько сотен раз то есть такие требования там мало того, что среда, пятница, пост, надо еще понедельничать ну и прочие такие требования вера, которую дарует Бог, является также даром живой действующей связи с Богом вера это не исполнение условий и предписаний но действующее исцеление, обновление человека если мы понимаем веру как полную доверию и связь, при которой сам Христос действует в нас то совершенно очевидно, что такая вера исцеляет и спасает Иисус Христос творит верующим через полную доверие и связь новое творение в попытке исполнять заповеди Божии нередко возникает отход от Божьей воли опасность состоит не только в превозношении своими делами подобно фарисею из притча о мытаре и фарисею но в убеждении подчас бессознательном, что Царствие Божие зарабатывается благими делами рано или поздно благочестивый человек может понять, что он не может исполнить заповеди власть впасть в уныние и отчаяние, которые могут привести к полному оставлению веры напряженное следование религиозными правилам может рождать и жестокость по отношению к другим людям Иисус Христос неоднократно обличал иудеев в их лицемерном исполнении закона заповеди Божии даны для познания греха, а не для оправдания удостоверения в своей праведности в Плассане Криминам 3 глава, Галатам 2 глава через заповеди Божии человек может понять, что находится не на том пути а не компас для человека, ориентир в жизни но компас показывает направление, а не является целью чтобы благочестие не принимало разрушительных форм Господь указал нам на критерии праведности и боговодной жизни этим критерием является любовь причем для любви не ставится никаких абсолютных границ даже враги не исключаются из любви Господь хочет от человека не напряжений, жертв но нас самих и нашей любви милости хочу, а не жертвы говорит Господь пророкой Осии 6 глава, Матфея 9 глава, 12 глава Матфея о том, что духовное состояние человеческого сердца важнее исполнения различных правил было открыто Богом в Ветхом Завете так 10 заповедей Моисея говорят о человеческом сердце, любви к Богу и ближнему но человеку легче исполнить правила чем предоставить свое сердце Богу для очищения сердце чистое сотвори во мне Божий и дух правый обнови внутри меня вторит верующий в пророческому вздоху царя Давида Псалом 50 Евангелие Господа Иисуса Христа обращено к сердцу человека невозможно принять Евангелие лишь разумом принятие означает сущностное сердечное восприятие доверие Иисусу Христу и хотя некоторые изречения из новозаветных книг могут быть непонятны весть Христова, суть Евангелия является вполне ясной по мере жизни со Христом некоторые евангельские изречения становятся более понятными открывающееся понимание может быть связан не только с чтением более точного перевода Евангелия или оригинального языка Писания различных толкований изучение Библии не гарантирует ее правильного понимания путь к более существенному восприятию откровения лежит в Боге по мере познания Бога и пребывания в Его любви ум и сердце человека просвещаются и открываются для восприятия Его вести изучать Писание полезно и необходимо Господь Иисус Христос призывает нас к этому Евангелие Теана 5 глава вера же способствует правильному более глубокому Его пониманию так книжники времена Иисуса Христа хорошо знали Писание но не имея веры а следовательно правильного понимания многие отвергли Сына Божия например если человек который не может не имеет опыта безусловной любви говорить о любви он мало что поймет такой человек примет к сведению несущностного понимания любви несущного понимания любви не произойдет так с верой можно говорить так и с верой можно говорить о любви Писание, но без веры благовестие останется лишь суммой сведений суть его будет закрыта для неверующего читателя то есть может знать наизусть Священное Писание а веры нет, оно ничто не только в разуме человека должно содержаться Евангелие но и в сердце ибо мысли и поступки человека имеют своим источником сердца Господь призывает людей открыть свои сердца чтобы он мог там обитать все стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною Откровение 3 глава таким образом познание Бога Его Откровение происходит в сердце ум при этом не отвергается наоборот любящий Иисуса Христа имеет жажду Его познания в том числе познания через Евангелие через исследование Священного Писания примеры многих верующих, ученых, библеистов доказывают, что нет такого момента в жизни когда можно сказать что я понял Священное Писание и можно остановиться в своем познании Библии наоборот опыт жизни в вере делает понимание откровения все более и более глубоким вероятно благодаря безграничности Бога даже одно Евангелие например, самое короткое от Марка не имеет границ для углубления понимания аминь аминь с миром Божиим завтра 8 часов молитвы за ним всех Господь Библии